Платить за землю в 10 и 20 раз больше предпринимателям возможно не придется. Мартовское повышение арендных ставок в Ярославле оспорили в суде. С результатами проверки о необоснованности повышения аренды в арбитражный суд обратилась областная прокуратура. Правда, решение затрагивает не всех предпринимателей. Речь идет о земельных участках, предоставленных под объекты мелкорозничной торговли. То есть, что называется, в бытовом понимании, это ларьки, остановочные пункты, какие-либо палатки торговые. Если решение не будет оспорено мэрией или прокуратурой, размер платы вернется к тому, что был зимой. А те, кто исправно платил завышенную аренду, смогут обратиться за перерасчетом. Но как быть с остальными? Бывший владелец автостоянок Игорь Разгоняев отказался от бизнеса из-за высокой аренды. Стоянки перестали приносить доход. Большинство оставшихся в этом бизнесе копят долги. 56 человек, которые занимаются стояночным бизнесом, которые не могут платить по новым ставкам, соответственно, они сейчас ждут, какое будет принято решение властью. Если решение не будет положительным, я думаю, что многие просто закроют. Нет смысла заниматься. В других сферах малого и среднего бизнеса, рассказывают предприниматели, ситуация похожая. Количество тех, кто задолжал по арендным ставкам в городе, постоянно растет. Количество договоров с просроченной оплатой достаточно высоко. По некоторым видам деятельности приближается к 50%. Я считаю, что с экономической точки зрения экономиста это критическая масса. Это говорит о том, что многие предприниматели не могут платить данную аренду. Частичным удовлетворением иска предприниматели недовольны и намерены продолжить борьбу за снижение ставок. Есть время на оспаривание решения и у мэрии Ярославля. Пока мы решение не получили, оно не изготовлено в полном объеме, не изготовлено решение. Поэтому пока и сказать не может, почитаем, проанализируем, потом будем оспаривать. Оспорить решение арбитражного суда стороны могут в течение месяца. Нина Колтина, Александр Широкий, День в событиях.